Утро в завесах тёмных окна Однажды в эмиграции в апреле 1931 года историк и социолог Фёдор Августович Степун читал Ивану Алексеевичу Бунину стихи Александра Блока. Читал, как отмечено в дневнике жены Ивана Алексеевича, очень выразительно. «Теперь я понимаю тайну их успеха», – сказал Бунин. «Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства. И вообще, если я чувствую в произведении ауру художника, это меня уже болезненно ранит. Для того чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нём только его ауру, ауру произведения». Кузнецова. Градский дневник. Самого Александра Блока раздражало как эстрада, так и поэтические концерты 1900-х. В них он узнавал словесный кафе «Шантан» религиозно-философских собраний у Гиппиус и Мережковского. И если принимал участие в чтениях на вечерах, то всё равно относился к ним отрицательно. В ресторане. Никогда не забуду, он был или не был, этот вечер. Пожаром зари сожжено и раздвинуто бледное небо, и на жёлтой заре фонари. Я сидел у окна в переполненном зале, где топили смычки о любви. Я послал тебе чёрную розу в бокале, золотого, как небо. Ай! Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру, намеренно, резко ты сказала – и этот влюблён. И сейчас же в ответ что-то грянули струны, иступлённо запели смычки. Но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки. Ты рванулась движением испуганной птицы, ты прошла, словно сон мой, легка. И вздохнули духи, затремали ресницы, зашептались тревожно шелка. Но изглуби зеркал ты мне взоры бросала, и, бросая, кричала – лови! Амонисто принчала, цыганка плясала и визжала заре о любви. В начале двадцатого века поэзия стала узнаваемой в лицо. Выступления в концертах вывели поэтов из литературных салонов и дружеских кружков единомышленников к широкой аудитории. Интонации Александра Блока и его манера читать стихи – были также хорошо известны его современникам, как голос Федора Шаляпина. В статье «Блок и народная культура города» Юрий Михайлович Лотман показывает, насколько многопланово город с его культурой входил в творчество и жизнь Александра Блока. Он был и реальностью, противостоящей мнимости литературного существования и грандиозным символом и аудиторией и огромным театром. На вечерах нового искусства поэтические концерты, страдая от убожества своего, порождали атмосферу пошлости и вульгарности. Писатели, почти без исключений читать не умеющие, читающие вяло, нудно, внос, монотонно, скучно, читающие тему хуже, чем больше их внутреннее содержание, исключений очень мало. Публика, состоящая из людей, которым все, все равно. И из молодежи. А молодежь, не особенно многочисленная, посещающая такие вечера, разделяется теперь, как известно, тоже на два лагеря. Одним подавай гражданские мотивы, если поэт прочтет скверные стихи с гражданской нотой, аплодирует, прочтет хорошие стихи без гражданской ноты, шипят. Эта группа, по моему глубокому убеждению, лучшая часть публики, посещающей вечера нового искусства. Другая группа, со стилизованными прическами и с настроениями, но о ней говорить я уж лучше не стану, чтобы не сказать чего-нибудь очень неприятного по ее адресу. Такова большая часть слушателей и зрителей. Несмотря на всю разнородность состава, она связана между собой и, пожалуй, еще чем-то, кроме стадного инстинкта, который развивается весьма успешно при всех зрелищах дурного тона, тогда как зрелища истинно прекрасные и гармоничные развивают, как известно, инстинкты общественные. Это что-то сверхстатности есть любопытство. Оно-то и заставляет главным образом посещать вечера нового искусства, где можно рассматривать со всех сторон и на сцене, и в зале литераторов и актеров. Я обращаюсь к писателям, художникам, устроителям с горячим призывом не участвовать в деле разлагающим обществом. Александр Блок, «Вечера искусства» Молил поэта Блок, поэт, Во имя Фета дай обет. Довольно выт с эстрады Гнусавые баллады. Искусству вреден гнус и крик, И нищебеден твой язык, А публикум гогочит Над тем, кто их морочит. Поэт на Блока заворчал, «Мерси! И урока я не ждал, Готов читать хоть с крыши Или с подворотней ниши. Мелькну, как дикий, Там и тут, И шум и крики всё растут, Глядишь, меня в итоге На час зачислят в боги. А если б дома я торчал И два-три тома наточал, Меня б не покупали и даже не читали. Был в этом споре Блок сражён, В наивном горе думал он, Ах, нынешние феты, Как будто не поэты! Между 1910 и 1913 Саша Черный Символизм пронизывал мышление Блока. Это, в частности, проявлялось в том, что не только явления искусства, но и события и факты окружающего мира для него имели значение, то есть представляли собой некоторые тексты, из которых должен быть вычитан скрытый смысл в соответствии к глубинным истинам. Такой взгляд приобретает особую значимость в тот период, когда начинается антитеза. Если на первом этапе эволюции Блока мировые символы игнорируют мир житейской обыденности и каждодневной пошлости, то на втором они светят сквозь них. Юрий Лотман, Блок и Народная культура города Скрытый смысл фактов и вещей, оставаясь скрытым для окружающих, невольно бросается поэту в глаза, когда в его жизни совершаются ни на что не похожие совпадения. Они сопоставляют два бесконечных ряда – вещи и их значения, факты и интерпретации. Осознавая это, поэт осуществляет мгновенный срез действительного, в котором события имеют значение. Они означают нечто помимо самого хода вещей. Они соотносят прошлое с грядущим, мир с мыслью о нем, текст с новым становлением его содержания. Это – со-бытия жизни и ее смысла. И тогда из театра теней возникают живые существования, из нежданных встреч и невнятицы – символы. В октябре Открыл окно. Какая хмурая столица в октябре, Забитая лошадка бурая гуляет на дворе, Снежинка легкою пушинкою порхает на ветру И елка слабенькой вершинкою мотает на юру. Жилось легко, жилось и молодо, Прошла моя пора. Вон, мальчик, посинев от холода, дрожит среди двора. Все-все по старому, бывалому, И будет, как всегда, лошадке и мальчишке малому Несладке холода. Да и меня без всяких поводов Загнали на чердак, Никто моих не слушал доводов, И вышел мой табак. А все хочу свободной волею Свободного жития, Хоть нет звезды счастливой воли С тех пор, как запил я. Давно звезда Стакан мой канула, Уже ли навсегда? И вот душа опять воспрянула, Со мной моя звезда. Вот-вот в глазах плывет манящее, Качается в окне, И жизнь начнется настоящая, И крылья будут мне, И даже все мое имущество Собою захвачу. Познал, познал свое могущество, Вот вскрикнул и лечу, Лечу, лечу к мальчишке малому Сред вихря и огня, Все-все по-старому, Бывалому, Да только без меня. Сентябрь 1906. В памятный день апреля 1931 Иван Алексеевич спорил с Федором Августовичем. «Вы вот пишете всякие мысли о России», – говорил Иван Алексеевич, – А между тем совсем не знаете настоящей России, А все только ее инсценировки, Всяких белых блоков и так далее, А это не годится. Федор Августович начал говорить о том, Что он приемлет и Ивана Алексеевича С его диапазоном, Но ему нужен и белый, и блок, И его Россия, и его хлыстовство, Разумея под этим всякое опьянение, И плату зорный добровей. Для меня, если я нахожу в Бунине нечто От А до Л, блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, Как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина, Я обедню себя. Кроме того, блок скажет мне что-то такое, Чего не достает мне вас, например, Нет безумия, не внятицы? Вы о безумии, а не внятицы говорите внятно, разумно. Для меня вы и блок, как Монцарт и Бетховер. От каждого я получаю что-то иное. И то, что вы не терпите рядом с собой другого, Может быть, есть именно только доказательство Вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем Известным творческим бессилием, А вы по звездам стреляете, Так что же вам быть справедливым? Потом Иван Алексеевич доказывал, Что Россия была около с ее кобылицами, Лебедями, платами узорными. Есть в конечном счете литература и пошлость. Не надо забывать, сколько тут идет От живописи, от всяких миров искусства. От того, что писали картины, Где земли было вот столько, Он показал на три четверти, А небо – одна щель, И на нем какая-то лошадь и овин. О России настоящей они не знали, Не видели, не чувствовали. А я думаю, что если вы русский человек, То вы один из полюсов русской жизни. Стоял на своем степу. Это была кучка интеллигентов, Не слушая, говорил Иван Алексеевич. Россия жила помимо нее. Галина Кузнецова, Грасский дневник. Незнакомка По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, Над скукой загородных дач Чуть золотится крендель булочной, И раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами, Заламывая котелки, Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Над озером скрипят уключины, И раздается женский виз, А в небе ко всему приученный Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражен, И влагой терпкой и таинственной, Как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «Ин вина веритас!» кричат, И каждый вечер в час назначенный Или это только снится мне, Девичий стан шелками схваченный В туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна. И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованную И очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, Мне чё-то солнце вручено, И все души моей излучены Пронзило терпкое вино, И перья страуса склонённые В моём качаются мозгу, И очи синие и бездонные Цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, Я знаю истину в вине. 24 апреля 1906 Озерки Что же, на беду или нет, На какое-то время блоковская незнакомка Поселилась в умах И в странной близости Своего символа была более реальной, Чем Иван Алексеевич Бунин со всей России. В ней семиотическая реальность Внушала страх, отвращение, Предчувствие конца. Ведающий по местным хозяйствам Иван Алексеевич на деле тоже любил Свою лирическую величину, Которая тайным смыслом Просвечивала в его стихах И прозе орловских угодий. Фёдор Августович Степун Был достаточно мудр, Чтобы принимать обоих Ивана и Александра, Вунина и Блока. Новые же поэта Спорили до утра, Мучились, Вражду измеряли, Потом мирились И, кляня и любя, Шли на эстраду. Уже было одиннадцать ночи, Когда мать нас вызвала к чаю, И было за чаем уютно втроём. Блок смешил юмористикой, Часов в двенадцать вернулись опять в кабинет, Говорили о личном. В четыре утра он поднялся, И мне предложил погулять. Я его провожал на вокзал, Его поезд шёл в семь, Как мне помнится, Медленно шли по светавшей Москве, Близ вокзала сидели В извозче чьей чайной. За чайником. После разгуливали по перрону. Поезд. Пожали друг другу сердечностью руки, Он на прощание сказал ещё раз – Никому не позволим стоять между нами. Свисток. Поезд тронулся по направлению к клину. Сходил на подсолнечный. Так сердечно окончился Двенадцатичасовой разговор От семи до семи. В нём не всё для меня разъяснилось, Остались неясны детали вчерашнего поведения Блока. Но было ясно одно – Он отныне хотел быть со мною отчётливым. На прошлом поставил я крест. Им зачёркнуто, в принципе, ща для меня. Оставаясь в разных сражавшихся станах, Мы всё же перекликнулись дважды до встречи. Во-первых, Блок сам напечатал висак Свой отказ от Чуркова. И во-вторых, мы сошлись в симпатиях К Леониду Андрееву. С этим последним встречался в Москве я, А Блок в Петербурге. Андреев, вернувшись в Москву, Поделился со мной впечатлением от Блока. Помнится, что в сентябре на гастролях театра Комиссаржевской Смотрел Балаганчик И удивлялся великолепнейшему оформлению спектакля. И всё ж писал я в газетах, Что сомневаюсь в возможности существования театра символом Золото в лазуре. Блок соглашался со мною и в этом. Комиссаржевская, передавали, читала внимательно оба мои фильетоны. Тем временем в Киеве Устроили вечер нового искусства. Приглашены были я, Соколов и Ван Бунин. В последнюю минуту Бунин остался в Москве. Я просил телеграмму у Блока Участвовать в вечере с нами И получил телеграмму ответную Еду. Устроители встретили нас на вокзале. И сразу же понял я Вечер – дешевка. Перепугал стиль афиш. А уже расхватали билеты. Громодное помещение в оперном театре, В котором должны были мы выступать, Меня на шутку пугало. И кроме того, я, бронхитом страдая, А хрип, Блок еще не приехал. Приехал в день вечера он, чуть сконфуженный, Уверял – киевляне да нас погонят с эстрады. Остановился со мной он в одном коридоре отеля. Раскладывался, сняв пиджак, Он намылил лицо, руки, шею И брызгался, перетряхивая волосами. Ко мне повернул добродушно намыленное лицо свое. Думаю, кончится тем, что погонят с эстрады. За чаем сказал. Я ведь ехал к тебе, не на вечер. И вот наступил час позора. Карета за нами приехала с распорядителем. Блок, все в карету, стращал. Привезли, протащили сквозь сдавку кулисам. Вот и фанфара, оповещающая о начале. Я вышел на сцену и закарабкался на какой-то высокий помост, на котором поставили кафедру. Оповестив о заданиях нас, символистов, вступление к вечеру, был награжден тремя нищенскими хлопками, сконфуженно смолкшими в точно вещающей нам тишине. Провалился. Блок с перетерянным видом прочел незнакомку. И… то же молчание. Андрей Белый. Между двух. Революции. Заклятие огнем и мраком. За все, за все тебя благодарю я, За тайные мучения страстей, За горечь слез, отраву поцелуя, За месть врагов и клевету друзей, За жар души, растраченный в пустыне. Лермонт. О, весна, без конца и без краю, Без конца и без краю мечта, Узнаю тебя жизнь, принимаю И приветствую звоном счета. Принимаю тебя неудача, И удача тебе мой привет, В заколдованной области плача, В тайне смеха позорного нет. Принимаю бессонные споры, Утро в завесах темных окна, Чтоб мои воспаленные взоры Раздражала, опьянила весна. Принимаю пустынные веси И колодцы земных городов, Осветленный простор под небесей И томление рабьих трудов. И встречаю тебя у порога С буйным ветром в змеиных кудрях, С неразгаданным именем Бога На холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей Никогда я не брошу счета, Никогда не откроешь ты плечи, Но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, Ненавидя, кляня и любя, За мученья, за гибель я знаю, Все равно принимаю тебя. 24 октября 1907 Знакомство с непривычным, Неизведанным миром модернизма, С писателями, у которых нет орела общественного, Когда большинство новых произведений Попросту недоступны и непонятны публике, Было, по мнению Александра Блока, Вредно и ничем не оправданно. К ячейкам общественной реакции Добавлялась публика, Которая, уходя с вечеров нового искусства, Так ничего и не поняла, В стиле модерн. А кто не уходил, Лишь усугублял воздействие Яда в косности и праздности, Какими и без вечеров Довольно было пропитано Общество мещан и интеллигенции. Никогда за всю историю страны Противопоставление читательских Масс и культурной элиты Не выражалось так открыто и многократно, Как в эти годы. В то же время искусство для избранных Пыталось шагнуть с эстрадных подмозг И иногда с больших сцен императорских театров Народ. И все уж не мое, а наше, И с миром утвердилась связь. Именно модернисты пытались Раскинуть купол искусства Над бытом обыденной жизни, Пройти путем всея земли. Само понятие «искусство» Получало расширительное толкование. Подобно Иерихонской трубе, Искусство разрушало крепостные стены, Освобождало души, Откликаясь, преображало жизнь. Неизменно верный этому своему Пониманию искусства, Классик русского модерна объяснял. Только откликается И разрушает. Только звучит, и стены падают. Почему? Если бы не было искусства, Не было бы и никакой причины для того, Чтобы жизнь изменялась. Ведь даже и тогда, когда нам кажется, Что жизнь изменяется по указаниям науки, На самом деле изменение продиктовано Тем творческим началом, Которое общее науке с искусством. Только наука? Только изучение того, что есть. Всякое научное изобретение И открытие всегда от духовного произвола Никогда не необходимо. Если бы не было искусства, Жизнь повторяла бы из рода в род, Раз навсегда установленные формы. Вечный муравейник. Приходит искусство, И из муравейника творит город. И когда приходит Пушкин, И откликается, И приветствует жизнь, Что делает он по существу? Кажется, что он повторяет Сказания древнего мифа, Но он творит новый. А новый миф не может не вытеснить старого. Поэт творит новые формы, И жизни не остаётся ничего иного, Как только покорно выливаться В эти поставленные перед нею искусством формы. Если жизнь покоряется искусству, То смена одной формы быта на другую, Замена одного мифа другим, Переход от низших ступеней цивилизации К высшим, Совершается медленно, Почти неприметно, Безболезненно. Жизнь эволюционирует. Но это бывает не всегда. Фёдор Сологуб Поэты, боятели жизни Я неверную встретил у входа, Уронила платок и одна. Никого, только ночь и свобода, Только жутко стоит тишина. Говорил ей несвязные речи, Открывал ей все тайны с людьми, Никому не поведала встречи, Чтоб она прошептала, Возьми. Но она, ускользающей птицы, Полетела в ненастье и мрак, Где взвелся огневой багреницей Засыпающий праздничный флаг. И у светлого дома, тревожно, Я остался вдвоём с темнотой. Невозможное было возможно, Но возможное было мечтой. 23 октября 1907 Статья «Вечера искусств» Вышла 27 октября 1908 года В Центральном печатном органе Кадетской партии газете «Речь». На днях, – извещал Александр Блок, – Один писатель, не моего поколения, Рассказывал мне о прежних литературных вечерах. Бывали они очень редко И всегда отличались особой торжественностью. Нечего и говорить о том, Почему был прав Достоевский, Когда с эстрады жёг сердца людей Пророками Пушкина и Лермонтова. Это было торжество неслыханное. И разве можно было не запомнить Такого явления Достоевского народу На всю жизнь? Но почему потрясали сердца Майков со своей сухой и изящной декламацией, Полонский, с торжественно протянутой И романтически дрожащей рукой В грязной белой перчатке, Плещеев в серебряных сединах, Зовущий вперёд без страха и сомнения? Да потому, – говорил мне писатель, – Что они как бы напоминали о чём-то, Будели какие-то уснувшие струны, Вызывали к жизни высокие и благородные чувства. Разве есть теперь что-нибудь подобное? Разве может быть? К удивлению поэта запомнились народу И майков, и плещеев, и вечера новой поэзии. И не только как сон голубой, словесный кафе-шантан, Которому поэт предпочитал кафе-шантан с вином и закуской, Ведь у пошлой и примитивной жизни В кафе-барах и ресторанах Право тоже был свой таинственный смысл. Всё лучше, чем пошлость окопной войны. Пойми же, я спутал, я спутал страницы и строки стихов, Плащом твои плечи окутал, остался с тобою без слов. Пойми, в этом сумраке магом стою над тобою и жду Под бьющимся праздничным флагом, На страже под ветром в бреду. И ветер поёт и пророчит мне в будущем сон голубой. Он хочет смеяться, он хочет, чтоб ты веселилась со мной. И розы, осенние розы, мне снятся на каждом шагу Сквозь мглу и огни, и морозы на белом, на лёгком снегу. О будущем ветер не скажет, не скажет осенний цветок, Что милая тихо развяжет свой шёлковый чёрный платок, Что только звенящая снится и душу палящая тень, Что сердце летящая птица, что в сердце щемящая лень. 21 октября 1907 Считая балаганщик, Всеволод Мейерхольд За один сезон в театре Комиссаржевской Выпустил 13 спектаклей. Но после нескольких провалов, Положив начало театру условности И допустив возможность сценического воплощения символа, Вынужден был уйти. Основательница тоже была разочарована своим театром, И в девятом году предалась новой идее Организации театральной школы. Нужны были деньги. Вера Фёдоровна отправилась на гастроли В самые дальние уголки Российской империи И 10-23 февраля 1910 года в Ташкенте Скончалась от оспы. К тому времени, по причине неосторожно написанной статьи, Новейшие поэты без личных разрывов И без какого-либо уговора Опять игнорировали друг друга, Предпочитая прямому пути окольному. Встретились раз мы на вечере памяти комиссаржерской. Чулков, Блок и я. Случай в Лекторской свел нас в минуту, Когда пустовала она, кроме нас никого. Мы приглупо шагали на супися. Блок и Чулков по взаимно перпендикулярным стенам. Я ж по диагонали. Блок, кажется, был в это время в разладе с Чулковым. Не только со мной. Я был в ссоре с обоими. Мы, не подавши друг другу рук, Мрачно шагали. Вот вышел Блок на эстраду. Чулков и я, вероятно, из чувства корректности, Вышли за ним. И толпа придавила спиною к Чулкову меня. Эта стиснутость до ощущения тела была столь глупа, Что я вдруг повернулся к Чулкову. Георгий Иванович, не желаете ли со мной объясниться? Тот с вежливой твердостью. Я предпочел бы, Борис Николаевич, не объясняться. Мы встретились лет через семь с Блоком ранее. Все-таки двенадцатичасовой разговор мой с поэтом, Через голову нас разделивший трехлетки, Считаю окном в будущее отношений, Не обращенных ничем уже. Андрей Белый. Между двух. Революции. По улицам метель метет, Свивается, шатается. Мне кто-то руку подает, и кто-то улыбается. Ведет и вижу, Глубина гранитом темным сжатая. Течет она, поет она, зовет она, проклятая. Я подхожу и отхожу, И замер в смутном трепете. Вот только перейду, межу, И буду в струйном лепете. И шепчет он, не отогнать, И воля уничтожена. Пойми, уменьем умирать Душа облагорожена. Пойми, пойми, ты одинок, Как сладкий тайный холода. Взгляни, взгляни в холодный ток, Где все навеки молодо. Бегу, пусти, проклятый, прочь, Не мучь ты, не испытывай. Уйду я в поле, в снег и в ночь, Забьюсь под куст ракитовый. Там воля всех вольнее воль, Не преневолит вольного. И волей всех больнее боль Вернёт с пути окольного. 26 октября 1907. Каждые два-три дня Александр Блок пишет по стихотворению. Конечно, истоком их не могли быть Одни только семейные драмы, До встречи с публикой на вечерах, Которые его более тяготили, Чем вдохновляли. Поэт окунался, если не в потоке машин, То в суету городов несомненно. Завсегдата и ресторана, Он и частый посетитель лунопарка С американскими горками, И зритель в цирке и кинематографе. По словам Марии Андреевны Бекетовой, Кинематограф он всегда любил. И ходил туда и один, и с любовью Дмитриевной, Которая увлекалась этой забавой не меньше его. Но Александр Александрович не любил нарядных кинематографов С роскошным помещением и чистой публикой. Он терпеть не мог всякие паризианы и солей. По тем же причинам, по которым не любил Невского и Морской. Здесь держался по преимуществу тот самый слой Сытой буржуазии, золотой молодежи, богатеньких инженеров И аристократов, который был ему да нельзя противен. И получил насмешливое прозвание «подонки общества». Александр Александрович любил забираться В какое-нибудь захолустье на Петербургской стороне Или на Английском проспекте, вблизи своей квартиры. Туда, где толпится разношерстная публика. Ненарядная, несытая и наивно впечатлительная. И сам отдавался впечатлению с каким-то особым Детским любопытством и радостью. Театр и миниатюр он полюбил, кажется, еще больше кинематографов. Он особенно увлекался куплетистами. На Английском проспекте оказался театр миниатюр, Который ему особенно полюбился. Он находил какую-то особую прелесть И в убогости обстановки захолустных театриков, Не говоря уже об их публике. Мария Бекетова «Воспоминания об Александре Блоке» Гармоника, гармоника, эй, пой, визжи и жги, Эй, желтенькие лютики, весенние цветки, Там с посвистом да с присвистом гуляют до зари, Кусточки тихим шелестом кивают мне, смотри. Смотрю я, руки вскинула, в широкий пляс пошла, Цветами всех осыпала и в песни изошла. Неверная, лукавая, коварная, пляши, И будь навек отравою растраченной души. С ума сойду, сойду с ума, безумствуя, люблю, Что вся ты ночи, вся ты тьма, и вся ты в охмелю, Что душу отняла мою, отравой извела, Что о тебе, тебе пою, и песням нет числа. 9 ноября 1907. Юрий Михайлович Лотман приходит к выводу, Что в стремлении отделить себя от интеллигентной публики Столыпинских лет, блок был слишком строг К литературным концертам, составлявшим интересную страницу В совсем еще не изученной истории поэтической аудитории в России. Эта история до сих пор не написана И, насколько известно, еще ждет своего исследователя. Какими бы они ни были, поэтические вечера Девятисотых-десятых годов Наложили свой отпечаток на историю русской поэзии. Их обстановка пробудила более глубокое понимание стихотворения. Ведь при устном общении поэта и его слушателей Аудитория включалась в активное поэтическое сотворчество, Напоминающее фольклорную ситуацию. Символистская поэтика, вводя энигматический текст, Воскрешала отношения, загадывающие загадку, отгадывающие ее. Слушатель должен был напрягаться, Стараясь проникнуть в тайный смысл вещания. Как средневековый слушатель священного текста Он втягивался в процесс толкования, Поскольку он оказывался в полном соответствии мире. Он привыкал искать в поэтическом тексте значения во всем. Так вырабатывалось то повышенное внимание Ко всем элементам поэтического слова, Та культура максимальной насыщенности значениями, Которая легла в основу поэтики двадцатого века. Она перекликалась с широким кругом предшествующих явлений В культуре прошлого. Так же строилось отношение к тексту У изощренной аудитории эпохи барокко В эзотерических сектах, в магической фольклорной поэзии. Юрий Лотман «Блок и народная культура города» 4 июня 1930 года Иван Алексеевич Буни читает дневник Блока, Как обычно внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о блоке «человеке» сильно повысилось. Для примера читает выдержки, Большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. Нет, он был не чета другим. Он многое понимал. И начало в нем было здоровое. Галина Кузнецова, «Грасский дневник» Работай, работай, работай! Ты будешь суродским горбом, За долгой и честной работой, За долгим и честным трудом. Под праздник другим будет сладко, Другой твои песни споёт, С другими лихая солдатка Пойдёт подбочась в хоровод. Ты знай про себя, что не хуже, Другого плясал бы, вон как, Что мог бы стянуть и потуже Свой золотом сшитый кушак, Что ростом и станом ты вышел Статнее и краше других, Что та молодица повыше Других молодиц удалых. В ней сила играющей крови, Хоть смуглые щёки бледны, Тонки её чёрные брови И строгие речи хмельны. Ах, сладко! Как сладко! Так сладко! Работать, пока расцветёт, И знать, что лихая солдатка Ушла за село в хоровод. 26 октября 1907 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok